Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы разобрали Гаргулей и нашли новый проход в Низины. Собственно, там мы уже бывали в свое время и понимаем, что там достаточно серьезно все. Давайте осваиваться. Этим персонажем мы там не были еще ни разу, поэтому могут быть определенные сложности. Там бойцы все очень быстрые. И нам такому неповоротливому, закованному броню может быть сложновато. Вот этот самый проход. Хотя посмотри, а. Просто не хотят умирать. Еще в предыдущей серии мы навешали рыцарю. Тоже было достаточно весело. Так, вот это место. Тут все очень быстрые, очень противные. Но мы тоже не пальцем деланные, как говорится. Так. Здесь у нас свирепствовала чума. Все горит. Давай, до свидания. И третий предус. Надо было, раз уж мы были около бунфаера, использовать человечность. Ну да ладно. Чем мы в этих фантомах не видели, верно? Разгорались сто раз. Да без проблем. Бриллиант. Ты открыл дверь для меня. Спасибо. Я спасен. Я думал, что я никогда не отходил. Я Григгс Винхайм. Сорсерка школы. Я очень обеспечен за твою поддержку. Спасибо тебе, я буду продолжать мои путешествия. Ну ладно. В будущем он появится там, наверху в Фаерлингшране. То есть в Храме Огня. И будет, по-моему, чудесами торговать. Ну то есть не наш типаж. Так, все? Хорошо. Мы его еще не раз по ходу игры встретим. А вот эти ребята крайне опасны. Бойтесь их. Просто бойтесь. Силу тут не в качестве, а в количестве. Когда они вот так делают, сушите весла. Если они попадают, конечно же. Так, ну с вами все. Ну да ладно. Двойная человечность. Это всегда хорошо. И больше тут делать нечего. Тут тупик. Тут тупик. И теперь мы идем, собственно, дальше. А дальше у нас что там? Дальше у нас сами знаете что. Касте знаете. Вы скоро увидите. Там один из самых сложных боссов игры. Не думаю, что мы его с первого раза убьем. Тактику, в принципе, против него знаем, но... Эти двери, по-моему, еще распахнутся, нет? Не давайте им зайти по-моему за спину. Если они поднимают кинжал... Дело плохо. А что ж меня так сдувает это? У нас то есть... Да не надо вот этого, ладно. Блин, а я не помню, чтобы в прошлый раз, когда я тут был... Мне настолько легко было с ними воевать. То есть одного удара выношу. А я, напомню, еще и часы, наверное, в игру не играл. Ну, часик, может, не играл. Чтоб так выносить. Вот, я же помню, что тут что-то есть. Кортик. Опять же, не мой профиль. Это для очень-очень быстрых персонажей. Даже еще более быстрых, чем тот, что у меня был. Берегись, страшная тварь. Засада спереди. Вот это вот полезный совет. Молодца ты, парень. На тебе плюсик. В репу. Здесь поначалу, первый раз, когда идешь, можно очень серьезно нарваться. Да ладно. Офь. Так, пройдите сюда, пожалуйста. А то мне с вами неудобно драться. Да что ж ты делаешь, а? Да что... Ой, ну что ж ты делаешь? Че, хочешь чего? Ну ладно. Пора лечиться. Эстас плюс один, это уже серьезное преимущество. Прибавляет довольно неплохо. Но я все еще думаю, что я довольно слаб. Для местного босса. Это мне не пригодится. Это очень легкая броня. Короче говоря, там в чем проблема? Там сам этот босс очень сильный, очень быстрый. И кроме него две собаки, которые просто сковывают движение. И мы его бьем в полой форме. Так, там не за собаки? Или они уже выбежали все? Ну что, попробуем? Самое главное выжить первые секунд 10. Убив собак, вы решите почти все проблемы. Помогло. Да? Пятит, вернул. Зажали, зажали. Все, хана. Тихо, тихо, дружок. Короче, тактика такая. Он идет сюда, вы идете сюда. И бежите. И бежите. Так, ладно. Иди ко мне. Я вся чешусь. Ладно. Как же я тебя боюсь. Хотя тебе меня бояться надо, нет? Зря я это начал. Ничего не вижу. Я уже думал, да выпендривался. Ну ладно. Вообще без проблем. Так, с этим боссом тоже покончено. Идем ниже. Он нам что-то дал? Ключ какой-нибудь нет? Я даже не посмотрел. Короче говоря, тут еще одна засада. Вот тут вот за углом стоит парниша. А этот выманивает. Ну. Не судьба. Че, не перехватывает второй удар, да? Это потому что он второй. Сейчас. Сейчас мы можем пойти он туда вниз. Но нам, я думаю... Так, подожди, че там? Нам, я думаю, более умно будет пойти наверх. Там открыть проходик. И нам сразу станет жить гораздо проще. Там повар есть. Повар опасен. Чертовски опасен. Там их даже два, по-моему. Да-да-да, там два повара. Я с одним-то с трудом справлялся. Так, ну. Это оно? Да, сейчас тут безумная будет ведьмичка. Какая жуть, да? Убивайся немного моих славей. Мне нужна твоя душа. Мне нужна твоя душа. Хе-хе-хе-хе. Вот так и увидишь все сразу. Хе-хе-хе-хе. Это замечательное место, не думаешь? У нас есть вода, лавангий, вареное, есть такие хорошие брюки. Я очень люблю это здесь. Я очень люблю тебя. Ничего плохого случилось мне в жизни. Но сейчас, что я не мертвая, я никогда не был счастливее. долбанутое так у него можно купить разнообразных стрел давайте пока души есть возьмем еще штук 20 и вот эти но эти я пока брать не буду наверное их в лесу можно надыбать вот это мне пригодится нет нет не пригодится человечность продается с каких-то пор честно говоря такого не помню пока что не ничего особо не нужно я первый раз вижу что человечность продается или я что-то путаю она продавалась и всегда но мне кажется это как раз одно из тех изменений которые появились при play to die edition все мы открыли срез это прямая дорога к фаерлингшайна к храму огня теперь оттуда напрямки можно ходить сюда я конечно хотел этот потратить души свои но слишком уж далеко перец и я забыл поэтому лучше донизу добежим если получится если не получится не получится 10 тысяч принципе не такая же большая цифра набрать можно за пять минут при желании ну что давайте продвигаться так где тут че кухонь как и там серьезно такой повар ну давай родной тут мне же ты посерьезнее но все равно долг не подумайте что она тут прям какая-то мега мощная стала просто где-то в два раза сильнее обычной чё повар то там отсюда не видать увы получите в попу так ну ребят атакуйте меня атакуйте меня полностью нет так они опасны никогда вот их не не недооценивайте именно кучи они могут а он там один спрятался помню помню о тебе не забыл короче говоря самое главное что вам нужно знать что вот тут вот наверху есть еще один повар видите его если вы спуститесь сюда то он на вас прыгнет и вам будет довольно печально жить нам же сейчас нужно с этим забраться да как я и думал а если я скажу табали и даже тут не проходит ну ладно придется выманивать там внизу собаки еще насколько я помню собаки могут помешать самое главное что у него просто страшные удары полностью высушивающие вашу стамину никак не забывайте давайте подлечимся на всякий старайтесь не попадать под его удары собака собака не ушел о идет очень страшные удары видите это с моей-то выносливостью тихо 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 дружок не нервничай в прошлый раз он мне страшнее казалось да он одноразовый убив его один раз вы больше его не увидите да это было довольно просто мешок что он дает я не помню ничего не дает окровавленный мешок повара-мертвеца-людоеда скрывающийся в глубинах два отверстия для глаз вырезаны небрежно неожиданно мягкий и удобный но вряд ли обеспечивает хоть какую-то защиту меня устраивает здесь мимиков пока нет большой уголь вот и теперь с этим углем мы можем пойти к кузнецу и он нам сможет улучшить оружие так тут у нас есть вот такой спуск крыси там крыса внизу здоровенная но мы туда сейчас пока не пойдем со следующего захода возможно мне нужно разобраться еще с одним поваром и при этом идти ли мне в воду нет ну пойдем вот медленное оружие можно за многое ругать но когда ты сам медленный и тебе пофиг на то что у тебя персонаж замедляется в воде оно просто выруливает так ну давайте приготовимся к битве с этим противником вот его точно не стоит недооценивать спускайся нюра вот хорошо так так понял узком коридоре мне не нравится с тобой драться тут еще как то можно да еще проблема с ним то что ваши удары его не колышет ну все равно как то не так сложно как я думал ой 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 такого я не видел запаришь свинья своего не признал что ли ну помните да сколько у меня боли было с ним постоянно сейчас как то не знаю даже вполне себе неплохо прошло так подлечемся и мы в принципе уже почти добрались до бонфаера смотрите какая прелестная штучка да надо взять только надо учитывать что он там наверху вот такая хрень причем она не особо чувствительна к ударам а сама при этом щипается довольно больно ой про тебя то я забыл хорошо испугал меня этот парень который сбоку пробежал красивое место да по своему иди сюда он нас заманивает как они это любят а наверху куча всякой мерзости мерзость мерзость что же такая мерзкая вот из этой мерзости можно выбивать зеленые осколки еще какие-то сами по себе они если знать что с ними делать практически безобидны заперто а я не помню как каким образом мне открывать эти двери и это печально так вот как раз крыса о которой я говорил убить ее нет хотя смогу ли я убить с 40 болтами вот здесь человечность убивать идете то есть бомфаер вон там за дверью как раз закрытый а после него идете вот сюда с них очень хорошо это упадает вот сейчас прям ни с одной не выпало как назло большая секира ну в целом если ее прокачать я думаю она даже получше будет моей офигеть 32 силы требует 32 силы требует мой меч лучше есть никаких секретиков я тут стены обступил и помню постоянно казалось что тут что-то может быть бойтесь вот этого ящика он тут неспроста стоит да человечность блин ни с одной не упадает шо ж такое ооо хорошо пошло а то бывает и по 10 штук ну по 10 это я загнул конечно штуки по 3 за раз вот включат канализацию это по-моему как раз тот ключ который откроет нам дверь там и мы сможем ээээ подойти к бомфаеру и после этого пойдем крысу убивать я хочу душ потратить просто сейчас протеряем их там где-нибудь так ой я блин думаю что такое у меня под ноги залезло придется бить как с тобой тяжело а студень ну опять же это монстр с демон соус слегка переработанный помните там в мире короче в долине разложения такие плавали медузы и они вот именно вот так вот делали и типа копьями во все стороны били хорошо так я не знаю сейчас стоит человечность использовать который у нас есть вон или не стоит чтобы стать давайте мы сейчас с крысой будем драться если она нас убьет это будет печально но я люблю бегать в человечной форме так что мы можем так так я думаю будет нормально нет и у нас нет больше душ там а он есть здоровье внослив потом покачаем ой то есть ловкость так хорошо сопротивление тоже надо качать что то я вот раз вообще не качаю его у меня там души есть демонов надо их выкинуть а то точно потрачу кстати говорю где души демонов я возможно опять туплю но по моему души демонов должны упадать нет так ладно хрен с ним отлично и теперь усилим этот видите у нас опять фляг с эстусом отсюда вылезает а теперь 10 по моему за каждого босса давали по душе или я что то путаю блин держу в двух руках что хочешь чтобы я тебя призвал нет спасибо вот такой меч как у него хочу здоровенный так успею я пробежать нет с такой подвижности туда давайте попробуем успел тут по моему а нет а нет хотел сказать парки персов душа хранителя огня ну нет она тут не упадает теперь тут достаточно спокойно потому что тут в принципе никого нет сильного и он там у нас есть паренек который я забыл почему-то освободить как тут только что был а пареньку нехорошо его запаковали и собирались съесть да 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 пожалуйста я лавренти ну все уходи молодца так ну что блин воду не люблю я воду а он почему-то в воде не замедляется ну где справедливость давай да ты заколебал уже блин этот мешок на голове конечно так что больше никто на меня не кидается нет нападем и это самый легкий путь убить крысу если у вас есть лук так это вообще элементарно но у меня лука нет а с арбалета я не уверен что мы ее заколупаем тупо не хватит стрел хотя хватит такими макарами а в открытом бою с ней достаточно сложно жить что печально в арбалете то что целиться с него нельзя чисто так автоноведением я думал кнопку зажечь можно но нет нельзя с этой крысой в открытый бою лучше не связывайтесь она очень быстро и наносит очень сильный урон но я думаю что сейчас если я туда спущусь я ее без проблем убью потому что мне прет в этом прохождении просто потому что сила и защита очень сильные в принципе хватает да болтов на нее ок окей стоит смотрит на меня гринпис недоволен ну давай уже на сколько раз я на ней погибал раньше ну тысяча душ да вы издеваетесь что ли просто посмотрите сколько они тут скушали всего пока что не спрыгивайте вниз потому что тут есть вкусняшки так только я каким образом я на эту сторону попадаю я не помню а ну да все блин мне пора отдохнуть похоже и начинаю уже подтупливать получи щит хороший щит но именно для быстрого персонажа у него защита от яда неплохая от огня хорошая ну в принципе можно и с ним походить он красивый для разнообразия потому что это мой любимый щит в игре уж не знаю почему внешним видом нравится так и все можно спускаться насколько я помню хорошо человечность тоже неплохо это мы знаем что до места вот туда можно упасть там будут проклятые твари в принципе туда придется по любому попасть там неплохо потому что там нужные вещи но главное не дать им проклясть себя потому что иначе вы окаменеете и у вас половина жизни уйдет это не очень хорошая штука в принципе я думаю видите она меня заманивает тут правда я не вижу провал есть нет в принципе я думаю а почему бы и нет почему бы нам не спрыгнуть мне сюда сейчас там большущие крысы и вот эти вот лягушки эти лягушки проблема еще та так ну и вот тут вот мы только что были или нет или это не то место нет это не то место сюда лучше с другой стороны подходить они стараются убежать от меня не самая хорошая идея выходить к ним сейчас давайте лучше мы нет не сюда ой 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 вообще охренелось что ли я аж испугался угливый стал с этими хоррорами слышите вот этот вот такой хрррр такой это лягушки внизу отвратительные твари тут дверь она откроется только с той стороны так ну что погнали оп это самое лучшее место для спуска сюда во всех других вас сразу атакуют а здесь есть как-то место чтобы прийти в себя маленько так там у нас здоровенные крысы сейчас по-моему выйдут а вон там уже лягушки идут не попадайте вот этим не за что ой 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 он убежал а тихо 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 блин вот этот мусор всякий офигеть как мешается я ничего не вижу охреновое охреновое место зря пошел их монопарыши живут меня не надо кстати говоря если видите в этом месте силуэт игрока замерзший это значит это другой игрок которого прокляли которого убили эти лягушки который потерпел неудачу you fail sir короче говоря он проявляется так в вашем мире но тем не менее давайте продвигаться место неприятное но что ж поделаешь просто представьте как тут пахнет да это же офигенно это напоминает зортулху ох пакость так ладно ты не нервничай только все будет хорошо давай иди сюда подружка ну ладно с той стороны сейчас зайдем ох неприятное место но сюда необходимо сходить тут много вкусных приколюшек ну вот это вот то что мы сейчас разбили это был труп одного из игроков вот эти вот кусочки его они прокляли он видимо был менее удача чем я опять же заманивают оооо да тут полно трупов Не попадайте в этот дым, он плохой Так, раз, два Ну иди сюда Ты посмотри, сколько их тут Она застряла там, что ли? Я ее жду Ну, застряла Тупые все-таки Ой, тупые Ой, я сейчас одну срублю, вторую срублю А третий меня достанет А, нет, все нормально Вторая придет? Нет? Раз, два, три Давайте лучше вы ко мне Ой, плохо Нормально, иди сюда, родная А где третья? Какая пакость, согласитесь У разработчиков все хорошо с фантазией О, еще кого-то убили, видели, появился? Прямо у нас на глазах Кого-то еще слышу поблизости Ох, сколько у вас тут офигеть Это я удачно зашел Просто опаменели Видите, сколько тут больших душ Ох, пакость Давай, иди ко мне Так, ну хорошо Вроде закончились как Вроде тихо Кольцо золотого глаза Что он нам дает Поглощает здоровье упавших врагов Приятно Так, и по второму этажу Надо посмотреть На втором этаже, по-моему О, еще появился кто-то На втором этаже, по-моему Ничего особо нет И, в принципе, все Можно возвращаться отсюда От локации не обязательно К посещению Но, как видите Прикодюшка есть Аааа Блин, не люблю Неподвижным персонажем играть Ну-то посмотри Сейчас придется все убегать Ой Блин, народ просто замученный весь Лежит тут Страдает Блин, тут места для разгона нет Да Твою мать Ну что ж такое Вот же Прыгать нормально А там что не прыгает Вообще без проблем прыгается Именно где нужно Но не там Человечность Оно того не стоило Человечность, конечно Что-то хорошее Ну ладно Ой, блин Зачем я спрыгнул На радостях, видимо Все, возвращаемся, короче Сейчас Доходим там до одного места Открываем дверь Возвращаемся к бонфайру И на этом сегодняшнюю серию прекращаем Как видели Все у нас неплохо достаточно идет Без какого-либо сопротивления С их стороны И сейчас Надо будет еще маленько Качнуться Так, откуда я пришел Тут Тут я был? А, ну да Это все нормально Хорошо Узнаю Узнаю эти места Тут видно, да Что это здоровенная крыса Бегала Все решетки Продавлены Ящики Может быть опасно Но не в это Оооо Кто к нам пришел Давай, дружок Смарик Смарик У него Кровоточище Что-то Тебе не хватило Что-ли Я не пойму Я лечиться могу Ты не можешь Приперся Тут, да Рыцарь Кирк Это по-моему НПС был, нет? Или как? Хорошо По-моему НПС это был Слишком уж Какой-то тупой Меч-говно Любимое оружие Бесславного кирка Темной тени Его прозвали Шипастый рыцарь Закривые шипы На этом мече Этот уродливый меч Позволяет использовать Лишь выпады И вызывает у врагов А, кровотечение Кровотечение Это хорошо Вон, плюс 300 дает Но это именно Во время боя ПВП А с С обычными врагами То он мне нафиг нужен Там в будущем Возможно Там вроде как К арену Добавили Так, а тут у нас Дорога в Блайттаун Насколько вы понимаете А тут по-моему Дорога К дракону Здравствуй, здравствуй Я могу подождать Я донор Зено Я просто Парен Я обраду Тракон 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 Открыть ее можно, пойдя вон туда налево Вот сюда И убив там гейб драгона Я не знаю, как это переводится на русский язык Короче говоря, это очередной босс И в прошлый раз я его, по-моему, с первого раза убил Не уверен, что в этот раз у нас так же получится Потому что я очень медленный А там я ее за счет скорости просто размотал Так, вот тут мы дрались с крысой Вы, я думаю, сориентировались, да, что где? И возвращаемся к бонфайру Результативная серия Все, что хотели, сделали Без каких-либо затруднений Убили какого-то, скорее всего, NPC Ну да, понятное дело, что NPC И поднимаем Сопротивляемость Ловкость И хорошо Открыть бездонную шкатулку Сюда сложим Да, в принципе Вот это сложим Вот это сложим И вот это сложим Щит мишени Вообще бесполезен, по-моему Так, тут вроде все, да? А, ну да, вот это сложить все нужно Это мы получили Хорошо Шлем Гарголи Все-таки мне понравился Я его сейчас, наверное, надену Но уже в следующей серии Короче говоря Надеюсь, вам понравилось Мы их разматываем довольно быстро Довольно качественно Я думаю Недолго это у нас продолжится Мне охота быстрее добраться до дополнения Но не охота и при этом И чтобы потерялось Видео вот этого То есть Именно прохождение старых локаций На новый лад Потому что это тоже очень интересно Мне, по крайней мере, очень нравится Надеюсь, вам так же Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok